всем привет 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 всем хорошего вечера до всем прекрасного настроения и сегодня у нас с вами прямой эфир на тему финансов такая тема для всех очень актуально особенно сейчас но в принципе она никогда не переставала быть актуальной и для кого здравствуйте я всем очень рада здесь в эфире и пожалуйста сразу хочу сказать и попросить вас задавать ваши вопросы потому что тема про финансы и психологию она вообще очень широкая и мне конечно будет гораздо легче дать вам качественный материал если вы будете задавать ваши вопросы если я буду понимать именно ваш запрос тот который есть у вас почему вам это интересно какие конкретно задачи вы хотите решить связанные с этим да какие у вас проблемы есть связанные с финансами с психологическими моментами финансов поэтому пожалуйста прошу вас пишите вопрос здесь в комментариях я буду на них отвечать коротко скажу о том что по традиции я свои эфиры никогда не делаю длинными а то есть мне мне будет нужно от вас примерно 40 45 минут вашего времени как обычный урок школе это то время которое наш мозг готов воспринимать и поговорим с вами о психологических факторах которые помогают нам расти в финансовой сфере и также о том что мешает нам двигаться оттуда куда нам хочется к нашим желаниям нашим мечтам нашим целям много чего уже сказано эту тему я понимаю что скорее всего раз вы здесь в этом аккаунте раз вы сюда пришли то скорее всего вы работаете над собой над своим развитием и ищите различные пути достижения цели это понятно а а скорее всего вы уже достаточно прокачены а в этом вопросе и вы ищите какие-то ответы на свои вопросы но тем не менее давайте сейчас попробуем отдаться пространству и раз уж вы пришли сюда к нам в гости то попробуйте взять отсюда максимум и так по поводу психологических факторов финансового потока в жизни человека что я вам могу сказать давайте я наверное еще все таки представлюсь меня зовут вероника овсянникова я психолог бизнес тренер здравствуйте я коуч тема у нас финансово психологические факторы финансовых проблемы финансового роста скажем так психология и финансы я надеюсь что организаторы на закрепят тему так как я не умею этого делать вот но я хочу посмотреть на эту тему с точки зрения различных приз и через разные призмы то есть наше сознание она очень многофактурная и можно его рассматривать через разные разрезы вот любой вопрос и в данном случае вот эту вот историю с деньгами с благополучием с изобилием ее можно рассмотреть через разные призмы через разные разрезы если хотите сквозь разные плоскости и первая плоскость наверное которую бы я здесь рассмотрела это время и времени с точки зрения бизнес-планирования безусловно а с точки зрения где находится попробуйте вслушаться в этот вопрос где находится ваше сознание да когда мы говорим о деньгах смотрите что я имею ввиду первое если вы постоянно вот давайте прям пойдем из прошлого в будущее да вот по такой вот я на каждом своем вебинаре рассказываю про эту прямую до из точки а в боя куда мы все движемся и вот эту вот временную прямую мы сейчас и рассмотрим для начала смотрите если вы находитесь постоянно в прошлом и ваш фокус внимания находится на причинах почему смотрите как давайте попробуем сейчас поиграть в эту игру где вы находитесь где сейчас ваше сознание когда мы говорим про финансы что вам первое приходит в голову и если вам первое что приходит в голову это причина почему сейчас у меня мало денег наверное это потому что мои родители не были недостаточно богаты мои родители были недостаточно образованы или я вырос в каком-нибудь бедном городе маленьком где было мало возможностей у меня что их сейчас нет а сформулируйте пожалуйста ваш вопрос форме вопроса и я смогу вам на него ответить с удовольствием сделаю это да то есть вы ищете причины своего финансового состояния того которое насуществует сейчас она у вас находится где-то в прошлом то есть и вы все время такие вот если бы у меня то-то и то-то было лучше то тогда бы конечно я был бы гораздо более изобилен вот с психологически то ли с психологической точки зрения что происходит это обвинение вопрос финансов да 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 я поняла что вы к вопрос финансов пожалуйста форме вопроса я тогда вам на него отвечу окей вот это то есть получается какая история вы психологически постоянно перекладываете ответственность себя на какие-то факторы или на людей из прошлого и таким образом вся ваша энергия находится там то есть вот если бы было как-то по-другому то сейчас у меня было бы лучше но это диск называется деструктивная форма мышления почему потому что повлиять на то что было в прошлом вы уже не можете и как бы смысла тратить свою энергию на размышление о том как и почему и что было в прошлом абсолютно деструктивно и бесполезно а дальше давайте перри немножко перепрыгнем в будущее и там что там у нас лежит в будущем в будущем у нас лежит страх например перед будущем есть смотрите какой алгоритм мышления у вас вот попробуйте отфиксировать есть у вас такое или нет давайте сейчас вот попробуем туда сходить какие вопросы вы себе задаете про будущее про финансы что там страх потери денег да то есть что еще там может быть страх например потери времени если я начну этот проект я в него вложусь а вдруг у меня не получится попробуйте даже поставьте мне там плюсики какие-нибудь кто вот так подходит к вопросу о каких-то планах вот у кого часто такой именно вопрос такая установка возникает а вдруг у меня не получится то есть это негативные какие-то это страхи и негативные установки которые относятся к будущему и это тоже ставит в да да спасибо вам большое за вашу реакцию и это ставит вам блоки а здесь очень важно сразу любой вопрос который у вас в голове возникает а вдруг у меня не а вдруг я не меняйте тут же вот прям вам даю сейчас инструмент простой эффективный я таких инструментов вся в аккаунте даю очень много прям сразу переворачивайте эту историю смотрите если у меня не получится а что мне сделать для того чтобы у меня получилось и вот то есть любой любой вопрос который у вас возникает в голове и вы там видите вот эту частицу нету что что тут же переворачиваете ваш вопрос так как бы задавая его себе что я могу сделать в будущем да если мы сейчас говорим про будущее как я могу повлиять на свое будущее здесь и сейчас прямо сегодня чтобы у меня получилось то есть алгоритм вообще очень простой если вам приходит какая-то идея действительно ли я этого хочу правда ли это мое желание финансовое то есть например там открыть новый бизнес построить новый какой-то проект устроиться на новую работу более прибыльную например и все и потом у вас ловите прям фиксируете что у вас возникает в сознании в сознании относительно будущего чаще всего мы можем найти страхи именно то есть соответственно ловим себя на страхах которые возникают в соответствии с вашим проектом с вашим желанием у нас каждое желание в будущем в принципе вызывает как и позитивные эмоции вот это вот предвкушение радость но тоже самое мы и получаем вместе с этим мы получаем страхи просто страхи они у нас чаще всего кроется где-то очень глубоко и мы их мозг наш так устроить что мы их отрицаем мы как бы не хотим чувствовать не хотим замечать и в этом есть история это больно и в этом есть проблема а вот когда вы себе что-то задумали в материальном мире например я хочу новую машину и какие тут сразу же попробуйте а зафиксировать и выписать какие страхи кроются у вас в сознании связанные с этим желанием а точнее с исполнением этого желания вы не представляете как часто проблема например зарабатывание большего количества денег или приобретение чего-то желанного вот этого вот артефакта скажем так того которого мы действительно мы очень хотим наша душа просит очень часто сталкивается как раз таки с проблемой страха и вот эти страхи нам очень больно проработать и чтобы избежать проявления этих страхов реализации этих страхов в будущем мы и не идем как раз к своей мечте к своему желанию финансовому а иногда есть страх такой что мне придется очень много трудиться да чтобы например купить вот эту новую машину которую я хочу мне придется очень много трудиться мне придется пожертвовать чем-то ради этого там временем проведенным семьей своими силами еще чем-то еще какими-то ну там не знаю возможно мне придется я не люблю общаться с людьми да я интроверт а мне придется общаться с людьми чтобы достичь вот этого вот финансового результата ну и поэтому ну и мы начинаем находить да вот классный вопрос да что держит вот сейчас расскажу то есть у нас вот этот страх возникает вторичный то есть мы его еще пока что не ощущаем иногда это вот есть в страхе враги и страхи друзья на финансовую сферу они очень сильно влияют и вот страхи друзья это как раз те страхи которые нас действительно оберегают те природные страхи которые вот нам дала матушка природа оберегают которые нас от опасности там не шагнуть например под камаз едущий там поперек то есть не выходить без шапки на улицу это такие страхи друзья и мы соответственно тут действуем просто в целях самосохранения и страхи враги деструктивные страхи вот эти страхи которые чаще всего у нас работают как оправдание ну вот смотрите давайте сейчас прям попробуем разложить ситуацию какую-то простую с этой же машины а сидит ну вот я да буду на себе показывать автор мне уже не страшно например я хочу машину новую причем хочу такую машину которую мне еще никогда не было и мне действительно придется проделать потратить достаточно много энергии для того чтобы она у меня была в этом случае мозг наш начинает работать в две стороны а то есть и у разных людей он идет в разные стороны позитивный сценарий это когда мозг мне говорит так окей я хочу эту машину какие ресурсы у меня сейчас есть в данный момент для того чтобы она у меня была допустим у меня есть старая машина которая там стоит н-н сумму денег значит вот вот этой суммы мне не хватает и какие действия я должен совершить для того чтобы а в такой-то срок у меня появилась нужная сумма денег я сажусь и выписываю делаю себе список действий которые раз два три мне необходимо сделать для того чтобы эта сумма у меня появилась а то есть абсолютно все объективно не нужно тут себя загонять ни в какие и рамки невыполнимый в стресс а просто понимая что допустим я могу в такой-то срок заработать такую-то сумму какие действия должен для этого совершить и и просто мы делаем определенный список вот этих действий и идем по одному делу в день себе вот прям пишем вот завтра я буду делать то-то послезавтра тот и и просто планомерно идти за этим за этим планом все окей тут мозгу все понятно ему не страшно а другой мозг другого человека идет в какую историю он такой ой блин это сложно это трудно и он начинает себе искать такие страхи оправдания ну зачем ну то есть вот новую машину ее же нужно обслуживать да она это ее надо содержать а если вдруг я там возьму кредит например то его же надо выплачивать а вдруг стране случится финансовый кризис а вдруг я потеряю работу и то есть это мы начинаем себе вот этих вот страхов оправданий набирать то есть вместо того чтобы вот этот список действий да мы себе список оправданий такие написали посмотрели порадовались классно слушать супер да и прям себе целый вот такой вот тонут написали а почему мне это не делает да почему у меня должно не получиться и вообще круто и я теперь своим теплом болотце сижу довольный мне нормально но только единственная проблема что когда мимо меня проезжает вот эта машина на которую я так сильно хотел я испытываю кучу негативных эмоций каждый раз потому что это мое истинное желание я правда этого хочу я правда бы кайфанул если бы она у меня была и в принципе принципе у меня есть я знаю точно что у меня есть ресурсы для того чтобы это сделать получить это свое желание вот эту свою мечту исполнить но я ее не делаю то что проще да потому что всегда проще сидеть в теплом болотце и вот если себя ощутить в этом теплом болотце и представить перед собой список действий и список оправданий просто задайте себе вопрос а куда я хочу идти да еще не дай бог на этой машине сосед приедет вот прикольно да поэтому но можно много тут говорить еще про вот эту вот временную полоску где вашему где ваши мозги сейчас находятся там в прошлом в обвинении своих родителей там учителей и себя самого за какие-то ошибки в прошлом в будущем страхах вот в этих или же мы все-таки возвращаем свою голову вот сюда вот момент здесь и сейчас где вы сейчас сидите и слышите меня и принимаете ответственное решение берете ответственность на себя принимаете ответственное решение за свою дальнейшую жизнь и говорит себе так стоп я пожалуй посмотрю-ка я в этот список действий и бог с ним с этим списком страхов я их еще смогу проработать это круто есть классные инструменты для работы со страхами коллеги мои дают очень много различных целый вот букет разных инструментов я у себя в аккаунте чуть ли не через пост пишу про инструменты работы со страхами обратитесь в конце концов к специалисту если у вас вы чувствуете что самостоятельно не справляетесь только главное важное важная единственная штука это осознание того что вместе где я нахожусь как как только вы поняли что например вы в прошлом постоянно вот в этом в обвинении в страдании как только вы в страдании вы точно не здесь и сейчас страдание это то очень удобная позиция для того чтобы но я страдаю и типа я оправдываю себя и отсутствие того что у меня есть как только вы поняли как только вы поставили себе диагноз грубо говоря я вырежу прошлом у вас открывается классная возможность в жизни вы можете это изменить вы можете то есть это хорошая новость вы можете изменить и вернуться в настоящее оставили себе диагноз что вы там в будущем в страхе за будущее потому что в будущем можно быть по-разному но чаще всего мы именно таким образом находимся в будущем мы именно боимся а вдруг не получится меняйте меняйте а вдруг получится и вот тут вот начинается дилемма вдруг получится и чего вы там боитесь то если у получится но окей значит через призму времени мы посмотрели теперь предлагаю посмотреть это через призму установок неких которые ну к примеру мы уже вытащили из прошлого а иногда нет давайте сейчас даже вам такой опять через пример сейчас посмотрим нарисую вам картинку разговаривают муж и жена до двое и она говорит дорогой я так хочу новый дом я хочу дом в сосновом лесу с большой красивой гостиной с хрустальной люстрой с итальянской мебелью я хочу она просто вот я хочу она не говорит купи мне его она не говорит сделай все для того чтобы у меня было просто с ним деле своей мечтой а он не отвечает дорогая ну что ты у нас же есть квартира в городе даже есть дача где-то за 100 километров от города еще у нас стоит в планах выплатить кредит за машину да и вообще такой дом знаешь сколько он стоит на год мы слушаем но ведь мы уже можем помечтать мы же можем например а сделать что-то для того чтобы у нас было больше денег и разве нам мешает наша квартира и наша дача для того чтобы иметь еще и такой дом и когда она задает ему такой вопрос а что нам мешает он начинает задумываться и и он начинает думать о том что же действительно мешает ему исполнить мечту своей любимой и я отвечу вам на этот вопрос чаще всего нам мешают наши как раз ограничивающие установки получили полученные нашими нами в детстве приобретенные от наших родителей от наших учителей от того общества тех сценариев которые были рядом и окружали нас а и на самом деле нам ничего не мешает изменить эти сценарии и выбросить из своей жизни этот мусор виде вот этих игры ограничивающих установок и все зависит только от нас самих но конечно для того чтобы что-то выбросить нужно что-то чтобы чтобы что-то ненужное выбросить нужно что-то ненужное найти я перефразирую вот эту вот фразу достаточно известная и нужно найти вот это ненужное вот этот мусор который скрывается в нашей голове и который является токсичным который отравляет наш мозг не дает нам возможности мечтать потому что без возможности мечтать очень сложно стать изобильным именно это слово я люблю я еще потом вам расскажу про призму наших мыслей мысли форм и слов это уже будет ближе к концу нашего эфира но сейчас я именно хочу поговорить про вот эти ограничивающие убеждения ограничивающие установки и что здесь я могу вам порекомендовать как действовать в вашей жизни в повседневной для того чтобы обнаружить эти установки это же очень простое упражнение и уже мне в моем ну даже работая с моими клиентами я ну ко мне приходят люди уже достаточно прокачаны те кто понимает о чем я говорю и если может быть вам что-то непонятно вы можете задать мне вопрос но тем не менее если бы как если бы я разговаривала сейчас с человеком который никогда об этом ничего не слышал то самое простое упражнение которое я могу вам посоветовать сделать порекомендовать это выписать все пословицы поговорки и какие-то выражения которые звучали в вашем детстве связанные с деньгами попробуйте их просто написать на бумажке и наверное первое что мне приходит в голову как пример чтобы вы понимали о чем я вас прошу это вот эта аналогия вот эта метафора губы закаточная машинка или а вот эта фраза про много хочешь мало получишь то есть попробуйте выписать все ваши от добра добра не ищут до лучшая враг хорошего куда тебе еще то есть вот эти все 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 убеждения которые у вас на слуху связаны с деньгами деньги зло например то есть вот все что с этим связано просто выпишите на листочек посмотрите на это когда вы это увидите помните только одну вещь что именно эти фразы вам они как бы формирует ваше сознание да и переходя к призме как раз то есть это все и есть ваши ограничивающие установки возможно что там у нас было знаете анекдот вот этот вот сейчас вам расскажу один анекдот я люблю общий анекдот он короткий революция семнадцатый год сидит екатерина ивановна дворянка смотрит в окошко а по улице бежит толпа людей что-то кричат размахивают руками размахивают оружие она обращается к своей гувернантки и говорит мария сергеевна скажите пожалуйста чего хотят эти люди мария сергеевна и отвечают катенька эти люди хотят чтобы не было богатых она задумалась посмотрела в окно повернулась задумчиво ответила странно мария сергеевна мой папенька всегда хотел чтобы не было бедных до то есть одно другого не исключает наличие у вас уже каких-то материальных благ той же квартиры той же дачи например не исключает того что вы имеете право и вы можете себе взять это право мечтать о доме и не всегда нужно продать все что можно и там купить себе то что хочется нет необходимо просто расширить свое сознание и дать возможность и первый шаг это дать вашу возможность себе хотя бы представить что у вас это может быть что вы достойны того чего у вас пока нет и что в нашей вселенной волшебство и не такой уж но и волшебное что магия это всего лишь не доказанная физика вот в этом и есть секрет просто позволит себе представить что это возможно и конечно сейчас я хочу у нас остается примерно 10-15 минут и я хочу поговорить про вербалику про слова про мысли формы которые мы используем которые живут в нашем сознании и которые либо являются расширяющими для нашего сознания и относительно нашей финансовой сферы в том числе и также они есть и мысли формы которые являются токсичными которые как раз таки блокируют и не позволяют нам пройти через вот этот стеклянный потолок в который многие из нас упираются которые вроде бы как достигли чего-то уже но это не совсем то или совсем не то чего вам бы хотелось на самом деле но смотрите первое что это то что я уже назвала и рассказать о чем я рассказала в самом начале это фразы которые мы себе говорим те вопросы которые мы себе задаем когда думаем о том финансовом благосостоянии которого о котором мы мечтаем то есть что происходит если человек хочет если человек человек мечтает например о том что ну во первых тут есть такая история про деньги ради денег деньги ради денег не работает я хочу миллион долларов не работает а я хочу миллион долларов зачем то есть первое то что это задать себе вопрос зачем зачем мне эти деньги зачем мне это нужно как я их потрачу как какое удовольствие я получу каким я буду когда у меня будут эти деньги потому что когда мы не знаем зачем то ну по закону вселенной не приходит не работает то есть ответьте в себе на вопрос зачем вы вы уже точно начинаете вот как вот этот вот у самолета фонарик вы начинаете себе подсвечивать себе ваш путь правильный путь который вас приведет к результату а второе это праве задавать себе правильные вопросы не почему меня должно не получится то есть фокусировка тут на негативе а что я могу сделать для того чтобы у меня получилось то есть все вот эти вот фразочки которые вы себе выписали из прошлого все пословицы связанные с деньгами вот все что вы выписали себе на листочек теперь напротив каждой этой фразы напишите себе позитивную установку которую вы будете использовать в будущем то есть если от добра добра не ищут или там лучший враг хорошего вот очень классная есть фраза это нет пределов совершенству да и постарайтесь каждую вот эту вашу негативную фразу установку или мыс реформу перевернуть развернуть в позитивную установку и пусть это ваша новая позитивная установка станет вашей так называемой мантрой заглядывайте в этот листочек периодически когда там вы скатываетесь например в прошлое когда вы скатываетесь в обвинение других людей ваших неудачах берите этот листочек читайте его заново и идите дальше живите свою вот эту жизнь здесь и сейчас через действия которые я могу сделать здесь здесь и сейчас через то на что я могу повлиять здесь и сейчас потому что на погоду я повлиять не могу на правительство я поменяю повлиять не могу я могу повлиять на себя я могу взять себя за воротник с любовью Конечно же, безусловно, через любовь к себе, только так. И сказать, дорогая, смотри, ты хочешь вот эту машину. Смотри, тут у нас вот в наших установках написано, что нет пределов совершенства. И никто не сказал, что тебе нельзя иметь то, чего ты хочешь. Где написано, что вам нельзя иметь то, чего вы хотите. Нет таких правил. Вселенная изобильна, если мы смотрим на нее именно такими глазами. Если мы ее принимаем именно такой, именно изобильной, то она дает то, что мы у нее просим. Вопрос, как мы просим? Понимаете, тут такая история. Если мы просим через злобу, например, вот у этой козы вот такая вот сумочка классная, и какого же хрена у меня ее нет, а, наверное, потому что я такая дура и не закончила институт, и мать у меня вообще была вот не такая, какая, как у нее, блин, вот точно так не работает, ребята. Так точно не работает. Работает так. Я приветствую тебя, Вселенная. Я благодарю тебя за все то, что у меня есть уже сейчас. Да, вот эта благодарность тому, что есть сейчас, это очень важно. И я открыт ко всему новому. Я хочу в своей жизни в позитиве то-то, то-то, то-то. Не чтобы у меня не было того-то, того-то и того-то. Вот так не работает. Я хочу, чтобы у меня было то-то, то-то и то-то. И я готов уже здесь и сейчас, уже сегодня совершить такие-то такие действия на пути к своей мечте, к своему желанию, к своей цели. Называть можно как угодно. Да, я, конечно же, всегда говорю, что цели и желания и мечты – это вообще три разных субстанции. Но они, по сути, лежат в одной плоскости. И все они достижимы только через любовь, через благодарность. А знаете, что какие качества, какие чувства, ну, точно не приведут вас к новому результату? Это, прям можно записать, это озлобленность, это чувство вины, это зависть, это обвинение других людей в своих неудачах. Вот эти четыре качества, как минимум, это то, что вас точно не приведет к желаемому результату. Это то, что вас будет всегда стаскивать вниз. Это то, что всегда будет вас тормозить и грузом вас уводить вот куда угодно, но только не к тем целям, которые вы перед собой ставите. Да, то есть чувство вины, обвинение себя, обвинение других и зависть. Ну, и, конечно же, озлобленность. Любая озлобленность – это низкие вибрации, и это точно то, где нет, ну, где нет вот этого вот света, который вас выводит на дорогу, дорогу ведущую к вашим желаниям, к вашим целям. Дорога к целям лежит, она, в ней нет страдания. Вот пока вы страдаете, пока вы страдаете, пока вы боитесь, пока вы обвиняете, все будет оставаться там же, где есть, если только не ухудшаться. Вот лучше точно не будет. И многие люди выбирают вопрос выбора, многие люди выбирают такой путь, потому что страдать легко. В страдании нет ответственности, в страдании нет осознанности. Страдание – это деструктив, потому что страдать – это неэффективно. Вы можете себе вот эту фразу вообще записать и повесить на холодильник при собачьем его магнитиком. Страдать – это неэффективно. Финансово невыгодно страдать. Финансово невыгодно завидовать. Финансово невыгодно обвинять. Финансово выгодно действовать. Радоваться и благодарить. Кому-то может это показаться очень таким, чем-то даже эзотерическим, но на самом деле это те факторы, которые самых наших богатых и самых известных людей привели к их результату. Всем рекомендую мою любимую книгу Виктора Франкла прочитать. Это книга психолога, который прошел концлагерь. И, ну, я думаю, что многие представляют хотя бы по какой-то литературе, что такое концлагерь. Он не позволял себе страдать. Вот. Он не позволял себе страдать, и это привело его к тому, что он выжил. Он стал одним из выдающихся психологов прошлого века. Он написал очень много известнейших книг, которые стали бестселлерами. И он стал успешным человеком. Вот. И прожил долгую и очень плодотворную жизнь. Вот. Поэтому, да, залог финансового успеха лежит в отсутствии страдания, какого бы то ни было. Я очень много говорю у себя в аккаунте. Я каждый раз говорю это здесь, когда выступаю с прямыми эфирами вот в этом аккаунте. Да, очень часто рассказываю об этих вещах. Я часто рекомендую книги, которые связаны с трансформацией мышления. Мне сейчас я записываю курс, который как раз направлен на трансформацию мышления. Да, делай, что можешь там, где ты есть, теми ресурсами, что тебе доступны. Да, да, спасибо большое. Это именно то, о чем мы говорим. Делай, что должно, и будь, что будет. Именно так и есть. Да, и курс есть у меня по трансформации мышления. Я его называю так. От мышления жертвы к мышлению мастера своей жизни. То есть о том, что многие из нас, проживая свою жизнь, живут не свою жизнь, они ее не живут. И есть всего лишь, ну не так много простых инструментов, которые могут вернуть нас в состояние здесь и сейчас и вернуть нам свою жизнь. Это очень важно. Вот, не живите свою жизнь на автопилоте, живите ее радостно, с благодарностью. И старайтесь ощущать каждый момент, позволяйте себе эти материальные радости, потому что эти материальные радости, мелочи, вот эти вот сумочки для девочек, машины для мальчиков, они позволяют человеку находить шаги, вот эти реальные шаги, которые и ведут к наполненности, к вот этому вот состоянию ресурса, о котором все так много говорят, но далеко не все могут даже сформулировать, что это такое. Но это и не важно, формулировка не важна. Важно видеть цель, вот этот свет, и видеть вот эти маленькие отрезки здесь и сейчас. Что я могу сделать здесь и сейчас? На что я могу повлиять здесь и сейчас? По чуть-чуть, по кусочку. Сегодня одно дело, завтра одно дело, планомерно. И так по маленькому шагу приближаться. Каждый раз благодаря себя за то, что я это сделал, каждый день. Это очень важно. Каждый божий день поблагодарить себя вечером или с утра, что я сделал еще один шаг на пути к своей цели, к своему финансовому изобилию, к своему благополучию. И каждый раз, когда мы достигаем вот этой маленькой мечты, покупаем себе, не знаю, вот если говорить о материальном, ну что-то из одежды, даря, например, букет цветов маме, покупая себе путешествие какое-то. Мы, наш мозг получает вот этот вот выброс дофамина, серотонина, вот этих вот гормонов радости, гормонов счастья, так называемых. И это бесценно. Это как раз то, что заставляет нас делать теперь следующий шаг, и следующий шаг, и еще следующий шаг к нашей какой-то большой цели. И да, это прям целая система, о ней тоже очень много рассказывают, особенно в своих бизнес-тренингах, как выстраивать систему целеполагания. То есть должна быть какая-то глобальная цель, которая выходит за пределы вашей жизни, возможно, что-то оставить после себя. Какая-то большая цель, которая входит вот в пределы вашей жизни, там, в пределы вашей старости, не побоюсь этого слова, то есть как я вижу себя в старости, вот прям в глубокой, как меня окружают там мои близкие, мои дети, я в красивом доме. То есть вот такого масштаба цели. Какие-то цели, которые находятся в пределах, лежат в пределах нашей зрелости, да, то есть вот чего я хочу, чем я, чего я хочу там через 3-5 лет. И маленькие-маленькие цели, которые лежат в пределах сегодня и завтра. Я приготовлю себе, я куплю себе что-то вкусненькое, например. Я поеду завтра там, не знаю, в мой любимый супермаркет, куплю там себе самую вкусную рыбку, о которой давно мечтал. И таким образом скажу себе спасибо за те действия, за те силы, которые я вложила и сделала здесь сейчас. Вот так. И, ну, конечно, на курсе я даю домашние задания. Здесь я могу сказать только, попробуйте хотя бы внедрить хотя бы что-то из тех инструментов, которые я дала вам в течение этого вебинара, этого прямого эфира. Эфир, конечно же, будет в записи. Задавайте вопросы, задавайте вопросы здесь, в директе, задавайте вопросы в моем аккаунте. Я отвечаю всем и всегда. У меня на курсе нет никаких кураторов, я всегда веду всех сама лично. Приходите, спрашивайте. Всегда готова делиться. Всем прекрасного вечера, отличного настроения и финансового изобилия. Всем пока-пока-пока. Пока. Спасибо всем.